В городском округе работает 17 открытых катков. Ледовые сооружения используют не только для массовых катаний, но и для проведения спортивных праздников и соревнований. В парке Наташинские пруды прошел фестиваль по фигурному катанию на призы Совета депутатов. За показательными выступлениями наблюдала наша съемочная группа. Это не просто катание на льду, а целое театрализованное представление. Каждое выступление имеет определенный сюжет. За несколько минут фигуристы показывают высокую спортивную подготовку и в то же время своими движениями повествуют в некую историю. На катке Наташинского парка встретились лучшие представители спортивного балета на льду. Кроме воспитанников Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва выступили юные фигуристы из Красногорска. В общей сложности свои навыки продемонстрировали около 70 детей и подростков. Мы представляем команду юниоров и команду новисов. Очень рады, что и сегодня снежок, и солнце. День чудесный. Лед здесь очень хороший, очень качественный. Я всем советую. Бывает, что этот лед намного лучше, чем в закрытых помещениях, что очень радует. Дети на самом деле большие молодцы в такую погоду. Зажигают тут с улыбками, очень весело, задорно. Маленькие девочки со всеми выступали. Вот просто очень здорово. Сейчас вот ждем кадриль. Каждые выходные на катке в Наташинском парке проходят разнообразные мероприятия. Это спортивные разные соревнования по фигурному катанию. Это фестивали фигурного катания на коньках. Также проходят массовые тренировки, показательные выступления, где собирается огромное количество людей. Каток в Наташинском парке – место притяжения спортсменов и жителей. За два с половиной месяца его посетили около 27 тысяч человек. С помощью искусственного льда любимый зимний досуг будет доступен как минимум до середины марта.